Давайте начинать. По теме вебинара хочется сразу сказать, что будет несколько таких ключевых тем. Вот вы видите их на экране. Это, в первую очередь, прогноз погодных условий в Яровой Сев на 2021 год, на весну. Какие же у нас риски в условиях затяжной и холодной весны будут, с чем мы можем потенциально столкнуться у нас в полях, и какие технологии возделывания яровых будут актуальны. То есть, как сеять, что сеять, когда сеять, чем обрабатывать семена. В общем, все технологии, которые мы сегодня хотим вас осветить, будут направлены как раз-таки на Яровой Сев. Ну и, конечно же, залог хорошей урожайности – это получение дружных сходов. Поэтому это, наверное, ключевая цель этой весны, которая будет предопределять тот высокий урожай, который мы должны получить с вами в наших полях. Хорошо. Ну что, у нас есть небольшая аналитика от Минсельхоза. Что у нас происходит сейчас с озимой пшеницей? Потому что, на самом деле, ситуация крайне непонятная. Почему? Потому что где-то снег уже сошел. Растения там бледные, серые, непонятно, выживут, не выживут. Кто-то сделал вырубку монолитов, кто-то не сделал. Кто-то планирует подкормку, кто-то ждет, все-таки выживут растения или нет. Так вот, по аналитике, что мы видим? Плохие и изреженные всходы, где у нас с вами наблюдается? В основном ключевые – это Воронежская область. Почему? Потому что, на самом деле, влаги было с осени мало. Очень экстремальные, наверное, были погодные условия именно Воронежской области. То есть, температурные качели, про которые мы рассказывали на прошлом вебинаре, как раз-таки и не позволили растениям сохранить тот потенциал своего развития, своего укущения. То есть, дождь, заморозок, ледяная корка, снег, снова оттепель. И, в общем, на самом деле, это отрицательно повлияло. И сейчас в наибольшем риске как раз-таки поля Воронежской области. Частично в Волгоградской, ну, там уже, конечно, уже снег у нас сошел и происходят подкормки. Что касается южных регионов страны, большой риск, на самом деле, снова в Ставрополе из-за недостатка влаги с осени. Уже, наверное, не первый год такое у нас происходит в крае. Ну, частично у нас есть риски по Липецку и по Ростовской области. И если посмотрим, то по каким же культурам у нас в основном как раз-таки были вот эти плохие и изреженные всходы. Но в основном это, конечно же, вот если вы видите, это подсолнечник. То есть, как раз-таки по этому предшественнику и прогнозируются как раз-таки изреженные всходы. Поэтому, ну что, друзья, весна пока у нас затягивается, но, надеюсь, все будет хорошо. И зимы у нас призимуют по максимуму. И пересев будет не такой значительный. Но все-таки он у нас прогнозируется. Итак, чем же будем высевать и чем же будем пересевать? Ну, наверное, коснемся сначала аналитики снежного покрова. Смотрите, друзья. Ну, в основном снег сейчас у нас потихоньку сходит в центральном черноземье, как вы видите на карте. Если касаться Поволжья, то еще снег у нас лежит. Республики, та же самая Уфа, Татарстан. В принципе, снега там еще пока хватает. А юг уже практически у нас без снега. Чуть-чуть осадки в Ростовской области, которые выпали где-то, наверное, недели, дней 10 назад, еще показывают, что снега еще практически хватает. Но, как вы видите, пока еще нет такого, наверное, максимального схода снега практически по всей стране. Еще он, так сказать, в процессе. Что касается погодных условий, давайте посмотрим на прогноз на 10 дней. То есть критически таких высоких температур, которые мы привыкли, наверное, в апреле, когда у нас сразу с нуля и идет температура до плюс 10-15, пока не ожидается. То есть вот, если посмотрим на центральное Черноземье, на Поволжье и также на Урал, то, в принципе, здесь как раз-таки еще 0, минус 2, плюс 2. Поэтому весна в этих территориях у нас складывается такой более все-таки затяжной. И как это отразится на яровом севе? Ну, наверное, друзья, севить мы, наверное, будем все и сразу. Поэтому у нас есть чат, кстати, не забывайте про это. Как у вас ситуация с перезимовкой? Можете писать просто область и какой потенциальный процент пересева вы ожидаете у себя в области. Давайте покажем, наверное, не только нам, а всей стране, всем нашим коллегам, которые присоединились к нам не только с центрального Черноземья, но и со всех других регионов страны, потому что это на самом деле очень интересно. Что же у соседа на самом деле происходит? У меня-то ладно. А что же там где-то, в основном, на юге? В Краснодаре пшеница будет, это точно уже хватит там. Так что это так, вопрос про будет ли пшеница на юге. В Краснодаре будет, у Ростов, наверное. Она процентов 30 подпересеет. Ну, пора уже, да, Краснодару. И Ставрополь, кстати, передаю отдельный привет, наверное, в этот край благодатный. Пора, ребята, вам наверстывать упущенное. Поэтому дай бог, чтобы у вас тоже все было хорошо. Ну что, друзья, где-то месяц назад мы вам показывали площадь яровых культур в стране. И аналитика, которую сейчас показывают аналитические агентства, склоняется к тому, что пересев будет. Пересев будет от 5 до 30 процентов в различии от регионов и территорий страны. Но если посмотреть, на что делаем упор, в первую очередь это яровая пшеница. Почему? Потому что цена показывает себя довольно-таки положительной на зерно. Поэтому в регионе Поволжье у нас потенциальный рост именно за счет яровой пшеницы и бобовых культур. Снова возвращается такая интересная, наверное, культура, как нут. Не только сои, но и эта культура будет как раз-таки доминировать при пересеве. В Центральном федеральном округе тоже ставку делают наши коллеги-фермеры на повышение площадей под пшеницей. То есть замещение как раз-таки, если будут подсевать или ремонтировать, естественно, это будет как раз-таки яровая пшеница. В северо-западном федеральном округе больше ставка делается на ячмень, в том числе пивоваренный. Поэтому на пшеницу там пока особо сильных прогнозов по повышению площадей нет. Но вы видите, что в любом случае пересев готовится, и, как я уже сказал, по аналитике это будут яровая пшеница и бобовые культуры. Но в том числе из технических культур можно отметить, конечно же, подсолнечник. Без него у нас в стране теперь уже никак. Цену вы на подсолнечник видите, поэтому потенциал как раз-таки вот у этих основных культур. Плюс кто еще сомневается там с подсолнечника, посмотрите, вчера был отличный вебинар от Сингента Ситц, который рассказывал за подсолнечник. Всем советую, я думаю, скоро он появится на канале Сингента Раша в Ютьюбе. Пересмотрите, многое, что интересно, да, мы сами для себя даже подчеркнули. Ну и почему же пересев проходит именно не только бобовыми, но и яровыми зерновыми, это, конечно же, интенсификация. То есть урожайность зерновых увеличивается, и когда мы получали там 8-10 центнеров с гектара, эти времена уже давно канули в лету. Если посмотреть среднюю урожайность по всем регионам страны, друзья, то озимая пшеница уже показывает стабильный прирост как раз-таки по урожайности. Уже средняя больше 4 тонн. Такая же положительная динамика отмечается и на ячмене, и на яровой пшенице. Если посмотреть, то яровая прибавила практически полтонны с гектара. Поэтому все больше и больше мы переходим на новые ступени, на интенсификацию производства, на применение достойных продуктов для защиты семян, на, наверное, уже 2 как минимум фунгицидных обработки, а то и 3, увеличивающие мы интенсификацию за счет применения издечая продуктов. Ну и, естественно, все это, конечно же, положительно влияет на тот потенциал, который развивается у нас на площадях. То есть увеличивается как урожайность, так и площади под зерновыми культурами. Ну так, что же все-таки может негативно повлиять на состояние озимых? Ну что, друзья, снег пока еще лежит. Вот зачастую у нас, наверное, зима сменяется быстро и такой короткой весной, но этот год абсолютно не показатель. Вы видите, что весна у нас пока прохладная, снега у нас лежат. Поэтому, если у нас начнутся перепады температур в большую сторону, суховее, например, в Поволжье, то риски, конечно, быстро потерять влагу. И что мы будем делать? Конечно же, ее доставать. Как мы это будем доставать? Либо сеять рано, когда будет холодно, либо в оптимальные, а может быть и поздние сроки, но копать, наверное, глубже. И поймаем эту влагу или не поймаем, это пока еще неизвестно. Либо будем ждать осадков и сеять после них. Но это точно не для зерновых культур. Для бобовых это еще более-менее куда бы не шло. Но провокация на бобовые культуры скажется, конечно же, только крайне отрицательным способом. Поэтому, что касается защиты семян. Ну, яровой сев, он не такой интенсивный, как азимы. Применяются более такие, наверное, экономичные продукты для защиты семян. Многокомпонентные, наверное, двух, максимум трех, в изолитке и исключением, протравителей. Ну, в общем, это эконом. Эконом. Это триазольные продукты, где там два-три триазола. И, в общем, мы уже неоднократно говорили про такой вот ретардантный эффект от них. Когда чем больше триазолов, тем больше проявляется этот ретардантный эффект. Но, друзья, смотрите. Во-первых, если мы сеем в холодные прохладные условия, еще накладывается ретардантный эффект. Здесь у нас есть риск, что семена будут очень долго проходить фазы развития. И какой-то там потенциал на какое-то кущение будет просто-напросто отсутствовать. А если же мы будем сеять уже в засушливые такие условия, да, на зерновые это менее отразится. Но тот же самый ретардантный эффект, он не позволит семенам, наверное, просто выйти на поверхность. И мы потеряем здесь с вами именно полевую схожесть. Поэтому, к чему нужно готовиться? К тому, что сеять мы будем рано. Сеять мы будем в холодную почву. Поэтому здесь особое внимание, конечно же, и на технологию обработки и подготовки почвы, и на сроки сева, и в том числе на сорта. О чем мы расскажем немного подробнее чуть позже. Отличный вопрос от Павла Мигулева. Какой ваш любимый протравитель или продукт для защиты семян, что мне больше нравится у вас в хозяйстве или не в хозяйстве? Пишем, анализируем и рассказываем соседу. Итак, как же будем пересевать и когда? Вот самый, наверное, ключевой такой график. Может быть, он немного пока непонятный, но я сейчас его постараюсь объяснить. Итак, друзья, у нас с вами есть количество растений, количество стеблей, штук на метр. Вы уже, наверное, побывали в полях, приблизительно прикинули, сколько у вас растений уже остались, или там вырубили монолиты. Поэтому, если у нас стеблей где-то 250, то здесь еще может быть ремонт. То есть, подсев яровыми культурами, там, допустим, яровой тоже самой пшеницей. И если у нас меньше 200 растений или стеблей на квадратный метр, то здесь, конечно же, уже более актуален пересев. Тем более, если смотреть на урожайность. Если у нас с вами в среднем получается урожайность где-то 30 центнеров с гектара, то у нас должно быть где-то 350 сейчас растений, как минимум, на квадратный метр. Если их меньше, мы переходим в стадию ремонта. Если у нас урожайность где-то порядка 40 центнеров с гектара, то здесь у нас должно быть как минимум 500 растений живых на квадратный метр. И если у нас с вами урожайность более 50, это интенсивная технология возделания, вы применяете как минимум 2 фунгицидных обработки, то здесь должно быть чуть больше 600. Поэтому ключевой посыл у нас следующий, что если 250 растений на погодный метр, то еще возможен ремонт. Если это 100-150 и урожайность где-то меньше 20 у вас в хозяйстве получается, ну, лучше, наверное, принять решение на пересев другими культурами. Да, если у вас 60 всегда примерно, 50-45 вы привыкли получать, да, и сейчас вы видите, что у вас там 300-250, да, стеблей, то, скорее всего, чуда не произойдет. Вы либо стараетесь сейчас первой подкормки максимально, да, продлить кущение культуре, либо, да, принять решение, что если там меньше 200 стеблей, да, я всегда привык получать 45+, то действительно зажмуривайтесь, да, и пересевайте это поле с озимкой. Иначе как бы, ну, вытянуть ее на 45 с 200 стеблями сейчас, наверное, уже не получится. Понятно, что сейчас мы об этом говорим только за... Где сошел снег, это можно оценить, да, но то же самое через 2-3 недели, да, в всех остальных регионах России это будет уже понятно. Поэтому тут нужно здраво подходить к этому вопросу. Если у вас повезло, и действительно уже сейчас вы видите, что у вас там 600, не то что растений, а стеблей, да, на квадратный метр, то есть растения еще успели осенью отпуститься, да, таких есть у нас районы по всей стране, то тут не забывайте, да, что вам обязательно потребуется первая весенняя фунгицидная обработка совместно с регулятором роста, да. Поэтому здесь экономить не стоит. Поэтому подумайте спокойно, да, сейчас оцените свои силы на будущее и принимайте решение, что мы будем делать с полями, которые будут выходить. Я думаю, вы прекрасно знаете, в каком состоянии они у вас находятся. Так, Павел, у нас есть классный вопрос, он же комментарий от Ивана, что у нас был продукт Дивиденд Стар, в нем тоже 2-3 азола. Все правильно, вы отлично знаете продукты компании Сингента. Единственная поправка, что у нас остается Дивиденд Стар, в нем по-прежнему 2-3 азола, ничего мы не меняли. Это продукт, ну, наверное, для таких сугубо консерваторов, которые, наверное, попробовали Дивиденд Стар лет так 20 назад, 15. И этот продукт запал им в сердца, в умы, и больше ничего они не хотят менять. Поэтому, да, мы развиваем портфель. Дивиденд Стар остался где-то там еще давным-давно. Мы оставляем его для таких вот консерваторов. Но жизнь не стоит на месте, и продукты растут, продукты эволюционируют. И сейчас уже мы применяем в своих продуктах совсем другие классы действующих веществ инновационные, о которых мы, в принципе, постоянно рассказываем. Но коснемся сегодня немного их также в конце. Хорошо. Так, у нас больше нет вопросов. Спрашивают. Мы начинаем. Да, мы начали вопросы свои. Пишите в папку «Вопросы», в чат. Это очень такая живая, да, атмосфера, где будем там какие-то быстрые вопросы или там обратную связь получать с вами, либо вы от нас. Если какие-то конкретные вопросы, да, мы оставим целую сессию в конце. Я думаю... Да, мы видим и вопросы про регуляторы роста. Конечно, ответим и про них. Что хочется сказать про состояние, про оценку, наверное. Мы уже поговорили, да, про количество стеблей. Но как оценить конкретно, наверное, жизненные способности этих растений? Ну, естественно, это поехать на поле, либо откопать монолит, либо уже, если снег сошел, посмотреть в первую очередь на узел кущения. Живой он или нет. То есть это основная ключевая цель перезимовки. То есть сохранить узел кущения. Если он где-то 2 мм и больше, то состояние вполне удовлетворительно хорошее. И обязательно обратите внимание на количество именно узловых корней. Если он один или два, ну, здесь, конечно, все сложно. Если их 3-4 и больше, ну, здесь шансов на дальнейшую вегетацию гораздо больше. Поэтому, друзья, приходите в поля, естественно, оценивайте вот по таким критериям, которые мы предлагаем. И надеюсь, что это вам поможет оценить тот потенциал урожайности, который у вас будет складываться уже в этом сезоне. Ладно, Денис, все, помолчи. Я не знаю, что-то у нас произошло. Постараюсь. С трансляцией либо у меня, либо у всех. Кстати, напишите, если у кого-то есть проблемы, потому что сбой. Давайте подумаем. Да, мы поняли, что как оценивать азимку. Да, посмотрели в правде в глаза, да. Мы постарались вам дать данные, да, которые можно не просто там мне нравится это поле или нет, да, а в каких-то более цифренных показателях это измерить и принять решение, что с ней дальше делать, да. Кормлю много, кормлю много и сейчас, либо вообще не кормлю и оставляю на потом, вношу фунгициды, не вношу, либо пересеваю, да, совсем потому что, ну, не взошла, не смогла пшеница у нас зайти зимой, да, как-то поразвиваться и прийти в нормальном состоянии к весне. Вот, но сев яровых, правильно Денис говорил, затрагивал такую тему, что мы видим, что по всем повогодным показателям весна затягивается. С одной стороны, это плюс для зимы, да, больше времени в температурном режиме хватит, что зима может докущиваться, докущиваться, да, как-то правильно сказать. Больше времени ей на весеннее окущение, это для многих районов спасет это, да, что будет весна такая, не уйдет зима. Но мы еще, да, как с вами не ванга, не можем сказать, как у нас, куда пойдет погода. Но на данный момент мы видим, что все равно средне-многолетние температуры сейчас у нас и очень отстают от даже прошлогодних и позапрошлогодних. И это я хочу вам задать вопрос, вот, да, в чат, который мы вам пишем. Что, как вы думаете, вот весной, какой будет лимитирующий фактор? Температура, да, влага. Ну, если мы говорим сейчас больше за зерновые, на зерновые их плотность почвы, да, то есть кислород в почве. Вот я, наверное, даже больше вас попрошу сфокусироваться на, что будет главное, температура почвы, да, воздуха, либо вторая, это запас влаги в почве. Напишите свое мнение, то есть единичка – это температура, двойка – это влага в почве. Что будет в большей степени влиять на получение всходов, да, на получение нормальное развитие растений? И мы с вами тоже потескнем. Так, Волгоградская область 2 сразу. Ну, понятно, что Волгоградская область 2. Двойка. Больше все склоняются, наверное, к влаге почему-то, что странно. Давайте перейдем дальше, да, и покажу вам вот такой вот график из старых советских книжек, как это обычно бывает, что на самом деле, наверное, там много чего происходит, и мы забываем про это. Да, и, не знаю, если у вас есть там знакомые профессора, не знаю, спросите действительно, мы ли сами проведите такой опыт, залейте, да, семена водой одинаково. И одни поставьте на улицу, другие выставьте в тепле, да, и посмотрите, да, кто быстрее взойдет. Или там даже на те, которые в холод, поставьте их больше, залейте водой, да, и сымитируйте такие условия. Вы удивитесь и поймете, что температура на прорастание семян влияет большую, гораздо больше влияние, да, чем запас влаги в почве. Поэтому здесь на этом графике, представим, сложно, да, такое достаточно, но я вам представлю, показать, как это, читать его, да, и что произойдет. То есть, если у нас температура почвы, мы начали сеять рано, да, надеюсь, в 3-4 градуса, то в среднем, да, при сохранении такой температуры постоянно, да, в течение, там, мы получим сходы 50 дней. То есть, если у нас 50 дней будет 3-4 градуса, у нас такая температура, и сходы получатся при 50 дней. То есть, при увеличении температуры, да, вы видите, вот этот синий, кривая в схожести, да, до 11, у нас уже это все падает, да, до, там, 20 градусов и так далее. Но также, естественно, есть, нельзя кидаться, да, в какие-то крайности, есть всегда оптимум, да, который вот здесь отмечен у нас, вот эта полоса. И это тот оптимум, при котором как раз-таки будет происходить максимально быстрое, да, прорастание семян в течение, там, 50 дней, и от этого, кажется, нужно к этому стремиться. Но, как мы сказали сегодня, да, что у нас затягивается весна, и потом произойдет резкий скачок температуры. Мы прогнозируем, что и в том году, да, многие так делали, и в этом году таких станет больше. Хозяйств, которые зайдут очень рано, и зайдут сей, да, как раз-таки, там, в 3-4, наверное, очень оптимально, но в 5-6 до 8 градусов будет, наверное, максимальное количество людей высевать. То есть, сходы могут, да, получаться в течение 20-30 дней. Это не самым лучшим образом скажется, да, на дальнейшее развитие культуры. Но, тем не менее, говорится, выхода, наверное, в этой весной не будет, потому что мы дальше сейчас посмотрим с вами, что произойдет у нас некий, скажем так, перекос в плане того, что все, значит, пойдет быстрее, да, и нам как раз-таки весна, то время, когда у нас есть запас буфера, да, по времени, чтобы совершить все работы и совершить, чтобы все культуры росли. Если мы оттолкнемся еще более, да, сильнее и посмотрим на такие графики, на сумму положительных температур для пшеницы, да, мы считаем это от нуля. И вот эти там 180 GDD, да, и там 538, эти цифры можно, да, наверное, выудить практически везде, на каждое там поле и на каждое... Сколько у меня сейчас сумма положительных температур накопилась, да, и когда мне понять решение, ну, стоит мне начинать, да, или не стоит. Но особенно для тех, кто пользуется цифровым продуктом от Сингента Кропио, да, там вообще-то как бы стандартно вы видите эти цифры, тыкая на каждое поле, и можете посмотреть, сколько у меня сейчас. Но как это считать, да, то есть если мы видим, что 180 градусов положительных температур от нуля, да, для этого перерасчет берем для пшеницы, накопилось, да, сходы будут составлять 7-10 дней. Потом, грубо говоря, переход на каждую там фазу у нас практически будет, там, ну, вкущение чуть больше, да, нам потребуется, там, практически там 300 с чем-то, да, плюсом. И потом каждый, грубо говоря, побег, каждое там кущение, еще 100 градусов положительных температур, суммы. Вот это будет происходить. Чем я вам показываю? Затем, что сейчас, где у нас еще снег не лежит, да, уже будет плюс-минус, понятно, какие-то графики температур можно посмотреть. И вот собрали данные, да, практически большинство, как я сказал, из тех регионов, где у нас не лежит снег. Если берем Краснодар, синий график, да, который ползет у нас с 1 марта, вот вы видите, вот он синий, вот он на примере Ростова. Зеленый график – это 2019 год, то есть как накапливались температуры для пшеницы в 2019 году, да, очень близко, похоже на этот год, но это очень близко, тут разница практически 10 градусов. Но если мы возьмем с прошлым годом, да, на эту дату, то разница уже составляет более 50-60 градусов по всему югу. То есть сейчас весна холоднее, да, на 50-60 градусов суммы положительных температур, чем была в прошлом году. Что это значит для южных регионов, да, которые там уже в том году сеяли под солнечник сахарную свеклу, да, там и так далее, сои, ну, сои, наверное, нет еще, ну, свеклы все уже там отселились, под солнечник в том году отселись. И были проблемы у них как раз-таки с затяжной, потому что весна тоже была в том году затяжная. И были тогда проблемы уже с получением сходов. В этом году еще ситуация, говорится, да, холоднее. Еще ситуация, то есть для сценария для юга, да, наверное, тут скажете первое, что давайте не торопиться, да, но кто знает, да, кто у нас с южных регионов, скажите, когда приходит засуха. Засуха приходит вне зависимости, когда у вас весна. Да, вот подумайте, кстати, каждый счет сам для себя, когда к вам придет засуха. И тут вопрос, что мне нужно посеять пораньше, да, чтобы получить сходы попозже, но тем не менее все равно успеть до засухи, да, чтобы культура перешла в какое-то более-менее в нормальное состояние, да, успела подойти к той засухе в каких-то положим, в той фазе развития, да, которая уже, кажется, перейдет к критическому и пройдет эту засуху более легче, легко. По Воронежу, да, мы видим, что такая же ситуация сохраняется. От прошлого года идет отставание большое, да, практически 50 градусов, то есть 50 градусов – это практически там одна треть от той нужной температуры для всходов. То есть по температурам идет задержка, холодно. Поэтому, опять же, да, два сценария, да, подождать первый сценарий, чтобы у меня стало теплее и посеять. И на первый взгляд это выглядит очень, да, логично, что я хочу получить здоровый сход. И второй сценарий – все-таки посеять пораньше, потому что я знаю, что… и как-то растению помочь, да, нужно об этом подумать, чтобы оно взошло побыстрее, ее там вредители, болезни не съели. Но, тем не менее, я тогда понимаю, что у меня там через 30 дней или там 50 дней придет, температура настолько вырастет, что произойдет какая-то засуха, так называемая, да, и тогда растения у меня могут остановиться. Если я посею пораньше, то у меня появляется шанс как раз-таки проскочить эту засуху, которая грядет. По Самаре и, ну, скажем так, Самара-Саратов и Тамбов у нас как-то так затянули, да, такие… Тоже такая же ситуация, мы видим, что температуры не дотягивают, сумма положительных температур не дотягивает даже до уровня, там, прошлого года. В некоторых местах даже еще до уровня пазопрошлогодного. Поэтому тут, как правильно говорит Денис, все-таки будет ранний сев, потому что без этого приема у нас произойдет, скажем так, мы посеем поздно, культуру к засуху как раз подойдут точно все, как в критическую фазу, и произойдет, да, непоправимо, когда у нас начнется закладка колоса, налив там генеративных органов, и тут у нас придет температура там 35+, ни дождичка, ничего, и культура начнут у нас находиться в большем стрессе, чем они мы могли находиться, да, сейчас весной, если мы посели пораньше. Вот, ну, это вопрос про засуху, да, опять же, вот просто прикиньте, культуры, да, будут развиваться, да, плюс-минус количество дней, сейчас, когда выровняется температура, они выровняются, да, то есть только вопрос, когда дальше они начнут развиваться, скажем так, без каких-либо там, если посею пораньше, значит, или попозже, да, значит, это не значит, что уборка у меня начнется позже, да, плюс-минус культура будет поджиматься все равно от суммы положительных температур, сокращать свои фазы развития, наоборот, удлинять, если температуры будут, да, подходящие под это. Поэтому вопрос в том, что когда мы посеем, и в какую фазу мы хотим, чтобы у нас культуры подошли в ту засуху летнюю, да, которая у нас непременно будет. У кого-то она там в мае, у кого-то она в начале июня, да, но это всегда будет, это всегда происходит. Поэтому если мы сеем, сейчас ждем температур, да, сеем или сеем как по стандартным оптимальным срокам, мы, но температур у нас на сейчас не хватает, и мы вместо там 5 дней всходов получим всходы в, там, не знаю, в 10 дней, да, или в 15 дней длиннее, то, естественно, в засуху культура у нас не... Даже если мы будем сеять там какие-то коротко... не короткостебельные сорта, скороспелые сорта, у нас все равно они подойдут в засуху, в самом, кажется, в критическую фазу. Поэтому еще раз повторяюсь, да, единственный выход, который, наверное, сейчас будет, это не кидаться, конечно, там, в панику, кисеть при температуре 2 градуса, да, дождаться там 7-8 и начать свой сев, потому что влаги в этом году будет достаточно у всех. Главный фактор, который будет сейчас влиять на начальных этапах роста зерновых, да и вообще, в принципе, всех, это будут температуры. Сумма положительных температур, и, как мы видим, что она у нас отстает. Если посеем, как обычно, да, попадем в засуху однозначно. Это тут... и ходить никуда не надо, потому что по тенденции, которые есть сейчас в европейской части России, да, я показал, мы видим, что весна затяжная, весна холодная, и она будет как раз-таки играть лимитирующий дальше фактор в развитии, да, дальнейшей получении урожая. Для доказательства, да, скажем так, вот этой важности температуры или как влияет температура на всходы, да, может кто-то видел, может кто-то был у нас в гостях, да, у нас есть такие так называемые термостолы, которые мы можем моделировать как раз-таки вот эти температурные режимы, то есть на этом столе показано, да, по продуктам можно понять, какие-то у нас культуры здесь соя, справа соя, да, вот соя у нас будет, тут пшеница. То есть этот стол разделен, скажем так, под ним находятся два теплообменника, да, на которые мы запускаем разную температуру теплоносителя. То есть в этой части у нас, скажем так, оптимальные температуры, да, на сои, а с левой части, да, здесь у нас как раз-таки вы видите 4 градуса, и по всему столу так называемый происходит термоградиент. Да, кто-то видел эти ролики там у нас на канале, опять же, либо кто-то был в гостях у нас, их видел вживую. Но сейчас я хочу вам показать, как будет происходить различные, различные, как будут реагировать различные культуры, да, при разных температурах. Плюс также у нас здесь посеяно, какой же тут неудобная эта штука, посеяно у нас дивиденд Supreme, да, здесь у нас посеян Cruiser Max, и здесь мы взяли стандартный рынок, да, который является, многие ими пользуются, да, по действующим веществам можете видеть. Вот. И если у нас тут сделано короткое такое некое слайд-шоу, первый день глубина заделки в яровой пшенице, да, с дивиденд Supreme 2,5 литра, да, у нас, естественно, ничего не происходит, сои уже взяли пятый день, потому что пять дней там тоже ничего не происходило, да. Пятый день на дивиденд Supreme, кто глазастый, да, и может увидеть, что появляются, естественно, первые шила, да, в оптимальной температурной зоне. На сои на шестой день мы также видим, что на Cruiser Max справа появляются, да, первые там, скажем так, коленца от сои. Дальше температура, да, так, правда, продолжается. Здесь на сои отлично уже видно, что даже, да, с Cruiser Max мы видим некое такое, да, как растение все равно хорошо не всходит при тем высокой температуре, но тем не менее, если мы посмотрим на вариант, да, с другой обработкой семян, да, триазол плюс инсектицид также, то здесь прям четко видно, что растение гораздо меньше. То же самое происходит и на варианте Zvidin Supreme. Я хочу сказать, что, да, здесь наглядно показано, как правильный выбор обработки семян, да, помогает растению сходить, да, даже при таких низких температурах почвы, воздуха, которые ожидаются сейчас у нас в этом сезоне. И, кажется, под конец, да, тут на 25-й день мы видим отличие, что низкие температуры не позволили, да, хорошо зайти продукту, содержащую тут два-триазолы, и произошла потеря семенного материала, да, потеря достаточной густоты, потеря там тех инвестиций и на сои. Густота есть, конечно, да, мы видим, что здесь, но она, к сожалению, не такая хорошая, как нам бы хотелось, в отличие от продуктов Zvidin Supreme и Celest Max. Вот, поэтому правильный выбор продукта для защиты семян, в первую очередь, да, это такой же элемент технологии, да, как выбор сорта, глубины заделки, срок сева и так далее. Прошу внимательно подходить к этому, да, и вопрос, возьму самое дешевое, там, либо я всегда этот брал, и мне он нравится, какой-то старый продукт, да, как задавали вопрос про Dividend Star. Да, у нас тоже Dividend Star, где два-триазолы, но это продукт того времени, когда лучше ничего не было, да, и вы помните, какие урожаи были на Dividend Star. Да, и он сейчас даже для многих доступен, да, для тех регионов, где как раз-таки урожайность там 13-15 центров, это хорошо. Там он может себя оправдывать, да, но если возьмем всю остальную часть России, да, где уже затраты на сельское хозяйство выросли, да, и отдачу все хотят гораздо выше, чем было там 15-20 лет назад, поэтому современные продукты, да, мы предлагаем Dividend Supreme либо Sales Max как раз-таки выравнивают ситуацию, даже в холодных условиях, помогая реализовать те инвестиции, которые уже были посеяны или собираются посеяться. Про... Денис правильно сказал, что мы уже не первый раз, даже в этом году, исходя из-за того, что год такой, мы не первый раз уже делаем такие вебинары. Посмотрите, пожалуйста, мы очень долго останавливались на выборе норм высева на прошлом вебинаре, да, и я оставил выжимку, как вы, которые здесь основные слайды, попытаюсь вам быстро сейчас рассказать, чтобы не затягивать время. Если вы получаете на яровой пшенице, да, различную урожайность, как здесь представлено, от 20 до 50 центнеров, у меня логичный вопрос, да, почему вы везде сеете от 5 до 6 миллионов? Что мы 20 центнеров посеяли, да, получим, получим, посеяли 5-6 миллионов, да, это определенные затраты. Что мы 50 центнеров получаем и сеем также 5-6 миллионов. Если мы получаем 20 центнеров с гектара, да, то есть если мы пересчитаем, что примерно прикинем, что один колоск, да, продуктивный, это один грамм, то по факту это 2 миллиона растений к уборке у нас стоит, 2-2 миллиона колосев. А мы сеем 5-6 миллионов. Скажите мне, 4 миллиона куда деваются? Они умирают в течение сезона? Или они не всходят просто? И вот это самый главный вопрос, как раз-таки подобрать норму высева к своим условиям, да, и к своей, как говорится, задачи, да, какие я инвестиции могу вложить в эту пшеницу, чтобы получить. Если там проанализировать, да, все литературу, которая есть, она очень интересным образом получается, что у нас все институты рекомендаций, которые разбросаны по всей страны, рекомендованы нормы на регион, очень сильно завязаны на миллиметры осадки, которые получаете в течение года. Да, то есть там смотришь какой-нибудь институт, рекомендация по норме высева, там 3 миллиона на основных сортов. И в этом регионе также недостаточное количество осадков. Если, да, лимиты по осадкам есть в течение сезона, не нужно там, да, задирать норму высева. То есть если вы в Оренбурге, у вас 150 миллиметров в течение сезона выпадает, и это хорошо, то это не значит, что тогда надо сеять 6 миллионов. Снижайте количество потребителей воды, да, которая у вас будет расти на это количество, да, на это количество воды. Если у вас там все хорошо, и даже в течение вегетации у вас может выпасти там 350, да, тогда у вас есть шанс там подобраться там к каким-то нормам 4-4,5. Поэтому в среднем, да, что мы сейчас видим, что яровая пшеница где-то 3,5-4 миллиона, это такой очень средний, да, показатель. Опять же, яровой чмень, да, 3,5. Понятно, если вы на яровой получаете 70 сентеров, да, как в Тамбовской области, понятно, что нужно сеять 6 миллионов, да, чтобы создать вот это как раз-таки количество стеблей на квадратный метр. Либо вы используете какие-то супер иностранные сорта, которые дают большой коэффициент кущения, и у вас есть осадки. Тогда можно увеличивать. Но если используются стандартные, да, сорта при низкой влагообеспеченности, ни в коем случае, пожалуйста, не завышайте ваши нормы. Плюс не забывайте про плотность посева, да, потому что селок стало много, и плотность посева на погоннометре также влияет на дальнейшее состояние растений, потому что они, в общем, все забывают этот момент. И, да, если мы посеем очень плотно, там, на погоннометре у нас будет 100 семян, да, и когда у нас придет засуха, произойдет такой праз, как бы, и разрыв. Поэтому не загущайте там, пожалуйста, не уплотняйте посев с помощью там новых селок, ширины междуряди, да, вот больше 60 примерно. Не нужно 60, там, 60, сколько у вас будет получаться, 56, да, но больше 60. Не надо уплотнять свой посев на погоннометре. Это тоже также сыграет с вами хорошую, да, пользу в дальнейшем. И, ну, прям для всех, да, такая базовая информация. Не забывайте, что при изменении массы тысячи зерен фактическая, да, весовая норма, не изменяется весовая норма, да, но изменяется количество штук на гектар. Поэтому если вы настраиваете селку один раз в сезон на 200 килограмм, у вас происходит смена сортов, партий и так далее, будьте готовы, что у вас произойдет где-то загущение, где-то, наоборот, да, не досев. Поэтому внимательно относитесь к настройкам всем, да, если мы решили сеять там 4,5 миллиона яровой пшеницы, то настраивайте каждый сорт, да, исходя и переводя вес в какой-либо штучный показатель и обратный. Это, я думаю, несложно, уже все это знают. Вот, такой, не знаю, как это правильно назвать, идея на подумать всем, да, еще раз проанализируйте, так ли это у вас сейчас происходит, о чем я сейчас говорил, так, какие у вас холоднее, вы видите, что сейчас погода, чем была в прошлом году, либо за прошлом, да, либо на эту дату, что было, вспомните просто, какие температуры были на эту дату, то, что вы делали, да, в поле на эти даты уже в прошлом году, и как это повлияет на дальнейшее развитие культуры, какие решения вы будете применять. Опять же, напомнюсь, мы говорим сейчас о том, что сев будет происходить рано, дабы поймать, да, и не упустить вот этот момент, пока есть влага, да, и, наверное, температурами многие будут пренебрегать. Поэтому удачи, да, и всеми силами мы можем с вами помочь, там, только своим головой, там, и консультациями со всем рынком. Еще один немаловажный момент. Денис хочет, наверное, рассказать, он уже готов, про, да, глубину заделки. Я думаю, Павел, ты можешь немножко... Подолжить. ...воды или кофе, что у тебя есть рядом. Поэтому, что хочется сказать сейчас пока по вопросам, в первую очередь, которые вы задаете нам в чате. Очень классно, ребята, что у нас получилась такая вот дискуссия про норму высева, про оптимальные температурные сроки, потому что эта площадка вебинара, это не монолог, наверное, мой и Павла. Это площадка для дискуссий, где мы можем узнать вообще, что происходит в стране, у кого какие проблемы, у какого какие риски. То есть Воронежская область одно, Омская там уже совсем другое, Оренбург третий. Поэтому, друзья, мы подходим к такому, наверное, консенсусу, когда мы делимся своими рисками, вы задаете нам вопросы и вместе, наверное, находим с вами ответы. Что касается вопросов по защите семян, что я хочу сказать, это... Что такое инстива? Я, наверное, коснусь этого вопроса сейчас. Инстива, ребята, это тот же самый крузер. Разная только этикетка. Абсолютно тот же состав. 350 грамм на литр тиаметоксама. Тот же самый стимулирующий вигар эффект. Все то же самое, с исключением названия бренда. И как уже правильно ребята здесь подметили, инстива имеет регистрацию именно на зерновые культуры. Крузер – это более такой мультифункциональный бренд, который является мировым брендом и имеет регистрации на другие культуры, такие как картофель, подсолнечник, рапс, горчица. И если вы посмотрите на расширение дальше, такой, так сказать, бренда Крузер, мы уже сейчас говорим за Крузер Макс. Тот наш топовый продукт, который предназначен для защиты семян сои, но о нем мы расскажем немножко позже. Итак, что касается теперь глубины заделки, как все это у нас происходит? Мы уже сказали, либо сеять мы будем рано в холодную почву, либо будем искать влагу. Так вот, с какими же сортами ее искать? Во-первых, друзья, мы уже, наверное, неоднократно говорили, длина калиоптилесорта, которая позволяет безопасно вывести первый лист на поверхность почвы и начать уже фотосинтез, предопределено, конечно же, генетикой сорта. Но, друзья, есть различные сорта, которые характеризуются по типу. Есть сорта с короткими, калиоптиле, там, допустим, до 4, средние – это 4, 5, 6, и длинные – 6, 9. Что можно сказать? Те сорта, которые сами по себе, короткорослые, там, допустим, те же самые полукарлики, они имеют и длину калиоптиля, допустим, до 5, но не больше. Есть сорта, которые, грубо говоря, развиваются в высоту, да, такие высокостебельные растения, те уже генетически имеют более длинный калиоптиль, ну, где-то до 9 сантиметров. Больше и длиннее не бывает. Никакие стимуляторы роста, гуматы и все остальное. Даже крузер не поможет удлинить длину калиоптиля больше, чем это заложено природой. Вот, поэтому, друзья, когда мы будем использовать сорта, мы прекрасно знаем, короткорослые они или высокорослые. Если короткорослые, ну, нельзя их заглублять больше, чем на 9 сантиметров. Поэтому эти сорта просто не предназначены для того, чтобы их сеять поздно. Вот здесь есть ключевой риск. Если мы короткостебельные сорта будем сеять позже и искать влагу, где-то там, на глубине 10, а то и 12 сантиметров, на моей памяти и на 15 заглубляли, скоро, наверное, до грунтовых вод хотели дойти, но, в общем, это дело не пойдет. Обязательно нужно ориентироваться на высоту, конечно же, во время вегетации. Поэтому, друзья, не заглубляйте ни один сорт, даже если он высокорослый и у него длинная клеоптеля больше, чем на 9 сантиметров. Тем более, если селка там или разделка почвы не особо хорошая, можно так сказать, то это плюс-минус еще 2 сантиметра, а все, что больше 11 сантиметров, оно просто вот будет сходить, 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 потом оно встречается с почвенной коркой и начинает вот этот лист первый уже вертеться. Потом, когда мы начинаем эту корку счищать, мы видим такой закрученный желтый лист. Ну, наверняка вы его видели. Причины две. Либо это фитотоксичность от продукта, но большей частью это, да, вот такое заглубление, которое просто не позволяет клеоптиле прошить эту почвенную корку и вывести этот первый лист. Особенно это можно заметить даже, наверное, на ячменях, когда их, вот мы заделываем так прям хорошечно, наверное, где-то так сантиметров тоже на 9, и он бедный вылезает, и вот такой шильце, наверное, сантиметра или полтора, и оно еще желтое стоит. И мы думаем, что ж тут такое. То ли ербицид после действия, то ли фитотоксичность, то ли заморозок. Оказывается, там просто чисто нехватка питания. Хотя заморозки тоже не исключаю. Вот. Поэтому, друзья, обращайте внимание и на сортовую особенность при посеве. Да, и не забывайте, да, Денис сказал, каждый сантиметр, да, это примерно вот этих 50 градусов суммы положительных температур. Заглубили на 3 сантиметра, да, это вам надо 150 градусов, вот этих GDD, которые мы показывали вам там до этого. Температура должна быть подходящей, чтобы получить нормальный всход. Заглубили на 9, да, а у нас всего 150 этих градусов. Естественно, будет получать свои всходы из-за температуры, из-за глубины еще следующие 50 дней. Продолжим. Отличный вопрос задает снова Иван Мас. Что по Нуту? То есть, Нут снова второе пришествие, да, второе пришествие Нута. Я так и подозреваю, что это регион. Поволжье, Иван, пометьте, пожалуйста, из какого вы региона или области, нам тоже это интересно. Хватает ли чистого флодексанила или нет? Ну что, друзья, есть такой продукт, как Максим 25, есть такой продукт, как Максим Голд, бывший Максим Иксель. Что не хватает, наверное, для бобовых культур? Ну, в первую очередь, это более широкого спектра контроля фузариоза. Фузариоза. На СОИ не хватает, это раннего контроля септории на начальных стадиях развития. А Нуту не хватает контроля, конечно же, аскохитоза. Это БИЧ, наверное, самая распространенная болезнь. Возникает она, конечно же, в период вегетации активной, но защитить от семенного, опять-таки, аскохитоза, флодексанила, я говорю, довольно-таки сложно. Здесь нужно усиление по другому продукту. Это все-таки продукт, содержащий в себе и мифеноксам. И что хочется сказать, что триазолы на СОИ, на бобовых. Ну, друзья, говорю честно, не первый год мы эти опыты проводили со всеми триазолами, и с нашими, сингентовскими и другими триазолами. Триазолы для бобовых ничего хорошего в поле не показывают, по всем нашим опытам. Ну, представьте, вы все прекрасно видите тот же самый ретардантный эффект засыху на зерновых. Что же будет на бобовых? Ну, здесь эффект этот будет только усилиться. А если снова засыха, то будет еще хуже. Флодексанил против бактериозов? Нет. Тирам, может быть, насколько это эффективно, пока еще непонятно, потому что бактериозы бактериозам рознь. И когда нам пишут заключение, допустим, в каких-либо государственных органах, что бактериозы. Какие это бактериозы? Из-за чего это бактериозы? Из-за того, что на самом деле это инфекционное там, допустим, начало? Либо это из-за того, что неправильное хранение повреждений семенной оболочки? То есть это нам не разъясняют. Поэтому каждый бактериоз, бактериозы на самом деле рознь. Я бы остановился все-таки на основных заболеваниях бобовых. Это контроль, в первую очередь, фузерезов. Вот что на самом деле является критически важным для бобовых культур. И в том же самом септериозе, ну и, наверное, то же самое семенной аскохитос. Вот это ключевые. Надеюсь, на вопрос ответил. Я указал, да, на нотке мы ожидаем регистрацию такого продукта, как Максим Эдванс, где есть три действующих вещества. Мы чуть позже о нем поговорим, он здесь будет. Данный продукт сейчас входит в состав комбипака под названием Крузер Макс для сои. Отлично. Ну что, переходим, наверное, к самому интересному, что у нас будет прогнозироваться по заболеваниям. Ряд таких довольно-таки интересных слайдов и интересной информации. Мы уже начали говорить с вами, друзья, про фитопатогенный состав. Да, уже коснулись фузерезов на бобовых. То же самое, не исключение, они имеют на зерновых. Если посмотреть на фитоэкспертизу, которую мы проводим, наверное, уже сколько, лет 10 мы ее проводим. Компания Сингент, это сервис доступен для вас, для наших клиентов. Ну, сейчас превалирование фузерезов больше всего на семенах из таких ключевых заболеваний. Да, встречается биполярис, гельминтоспориоз, встречается и альтернария. Но альтернария – это, наверное, болезнь, которая присутствует всегда на зерновых, она всегда там на уровне 30-40%. Такого перебора, как за 90, это встречается довольно-таки очень редко. Но, друзья, фузерезы у нас сейчас порядка 8-9%, которые по ГОСТу допускаются до 10%. То есть мы уже вот ходим по краю, так сказать, лезвия ножа. Поэтому фузерезы к нас никто не отменял. Но если мы снова касаемся холодной весны и холодной почвы, здесь выступает уже другая инфекция, другой род – это, конечно же, питиум. Тот патоген, который повреждает не только, как нас учили в университете проростки свеклы, корниет тот же самый, но он встречается у нас и на подсолнечнике, для этого применяется стандартная обработка максим плюс опрон, то есть флодиоксанил с мифеноксамом. То же самое встречается на зерновых, но если на свекле это очень заметно, выпад, да, одного растения, а то двух-трех растений в рядке, это заметно, это бросается в глаза. А если выпадет там 3, 4, 10, 20 растений зерновых, это вроде спишется так, поправка на ветер, может быть там что-то как-то селка не так прошла. Но посчитать и перевести эту урожайность, это будет там, допустим, какие-то 0,3 центера, что тоже существенно. Поэтому холодная почва это, конечно же, риск по питиуму. Это поражение корневой системы в первую очередь, а если корневая система у нас повреждается, это все. Это открытые ворота для уже любой инфекции. Сюда уже попадает и почвенный фузариум, и развитие уже происходит этого патогена на фоне того же самого питиума. То есть не так сильно повредил питиум, как он повредил корневую систему. А повредил корневую систему это и заболевания, и недостаточное питание, как по влаге, так и по минеральному питанию. Что касается контроля как раз-таки питиума, как я сказал, единственное действующее вещество, которое уверенно контролирует как раз-таки питиум, это действующее вещество мифеноксам. Раньше, наверное, лет так же 10 назад у нас существовало такое действующее вещество, как металлоксил, металлоксил-М, если быть более точным. Что такое мифеноксам? Мифеноксам – это изомер того же самого металлоксила-М, который более, так сказать, чистый, очищенный, и действующее вещество больше приближено как раз-таки к той эффективности, которая должна проявляться у нас в поле. Грубо говоря, я бы, наверное, по моему личному мнению, сравнил это как 76-й, 98-й бензин. Вот это, наверное, где-то то же самое. Вроде заправить машину поедет, но как она поедет и насколько ее хватит, это, наверное, совсем уже другое. Поэтому, если у нас сев как раз-таки в холодную почву, здесь выступает ключевым действующим веществом как раз-таки мифеноксам. ну и что касается, наверное, продуктов по нуту снова вопросы максим плюс полтора-два литра. Ну, регистрации этот продукт у нас не имеет, но мыслите вы правильно. Максимальная дозировка здесь, наверное, не к чему, поэтому я, наверное, с вами соглашусь. И, коли мы уже переходим к продуктам, друзья, коснемся тех продуктов, которые как раз-таки содержат в себе мифеноксам. Есть у нас продукт такой чистый, Апрон, есть у нас продукт Дивиденд Экстрим, который является фунгицидным продуктом для защиты семян, но, как мы начали с вами говорить ранее, Дивиденд Стар это для консерваторов, Дивиденд Суприм уже для тех ребят, которые знают, что такое эффективность от инсектицида в обработку семян, знают, что такое вигар-эффект и знают, что такое готовый продукт. На этом мы долго останавливаться не будем, а хочется сказать по, наверное, инсектицидной составляющей. Про пить он мы уже поговорили, да. Дивиденд Суприм это продукт, ребята, для пшеницы, то есть на ячмень регистрацию он не имеет. Продукт, который зарегистрирован как на азимую, так и на геровую пшеницу. Ну, если по фунгицидной составляющей здесь в принципе все понятно, просто, наверное, извините, конская доза дифеноконазола, которого можно использовать так много, потому что этот триазол на самом деле мягкий, и если в дивиденде Стар его содержится даже в максимальной дозировке 45 грамм на тонну, то здесь практически в два раза больше. Фитотоксичности никакой он не имеет. Поговорим просто два слова про теми таксам. Если посмотреть на рекомендованную дозировку по дивиденду Суприм, то эта рекомендованная дозировка включает в себе крузера или того же самого Инстива, вы абсолютно правильно задавали вопрос, молодцы, составляет практически 0,7 литров на тонну. Это по крузеру. Ну, друзья, это даже для зимых довольно-таки серьезная дозировка. А уж для яровых я думаю, что здесь проблем с вредителями быть никаких не должно. Особенно, если это будет засушливая весна, если это будет хлебная блоха, что касается как раз-таки регионов уже сибирских, можно так сказать, уральского района, уральского округа, это как раз-таки бич, когда полосатая хлебная блоха просто может испепелить, наверное, посевы пшеницы, снизив тем самым потенциал урожайности довольно-таки серьезно. Поэтому, чем системнее будет неоникотиноид в продукте, тем быстрее он попадет в новый прирост, даже при засухе. поэтому Supreme 2,5 литра 0,7 по крузеру проблем никаких быть не должно. Одна поправка на ветер, если это на самом деле дозировка дойдет до поля, а если она потеряется где-то в других районах или не доедет до поля, это совсем другое. Поэтому здесь как раз-таки выступают отличным решением как раз-таки готовые продукты, в которых инсектицид уже заряжен и он внутри. Вытащить его оттуда просто невозможно. Поэтому инсектицид в любом случае доедет до поля и в принципе 2,5 литра будет достаточно для контроля как злаковых мух, так и полосатых хлебных блохи. Отличный вопрос про дженерические темы так сам. Ну друзья, скажу честно, в принципе всегда пытаюсь говорить честно, тем более врать нечего. Все вы прекрасно знаете что такое дженерики. Естественно они развиваются, копируют все действующие вещества, которые есть у R&D компаний и это я считаю уже нормально. То есть если зайдете в аптеку вам предложат не только оригинал, но еще 28 так сказать дженериков на этот продукт. Но я думаю что выбирать вы будете для себя лекарство оригинальное, потому что здоровье на самом деле не купишь. Что сказать про дженерические темы так сам. На самом деле его появляется крайне много, есть очень много торговых марок, которые производятся и в России, и в Китае, и в других странах, но дженерики есть дженерики стабильности, я думаю по моему личному мнению там не должно быть вообще. Почему? Потому что если взять например российский теме так сам, который производится например у нас, то он может менять вообще свое производство по различным заводам, различные рабочие смены, рабочие машины, которые все это запаковывают, заливают, и в общем что там произойдет, ну наверное дому богу известно. Поэтому да, всегда цена подкупает, приходит сингента, допустим, говорится дивиденд суприм, и тут же приходят другие люди и говорят да зачем там тебе сингента или еще другая рэнди компания, вот смотри что я придумал, дешевле в два раза, но риски на самом деле существуют. А теперь посмотрим с вами что такое дешевле в два раза. Итак, вы все прекрасно уже изучили прайсы всех компаний, в том числе и сингента, в том числе и дженерического темы так само, это 100%. Поэтому если в пересчете на норму высева, вот мы уже поэкспериментировали, что такое дивиденд суприм в дозировке 2,5 литра. Если норма высева, ну начнем наверное с минимальной, это 3,5 миллиона на гектар, то около 660 рублей на гектар. Если это 4 миллиона штук на гектар, 750. Ну и если прям по максимуму, прям как мы любим, ну хорошо, что не 6 и не 7, не надо этого делать, ребята, ну правда, мы про это уже рассказывали на других вебинарах, меньше 1000 рублей. Ну а теперь давайте посмотрим, сколько стоит, допустим, дженерический теме таксан, но в любом случае уже проверено нашим опытом, к нему должны прилить хороший фунгицид. А хороший фунгицид тоже стоит дорого. Если все это, ребята, сопоставить, выходит тоже на то же, но преимущество того, что у вас готовый продукт, оригинальный теме таксан, и учитывая все наши опыты, которые мы проводили в стране с дивидендом Supreme, у нас дополнительная прибыль по сравнению с тем же самым сопоставимым продуктом, то есть фунгицид плюс инсектицид составляет порядка 3000 рублей с гектара. Вот что дает оригинальность. Поэтому, если существует такое мнение, что все зарубежные R&D-компании дорого, и можно взять генерический теме таксан и долить к нему что-то из R&D-компании, ну, друзья, те времена, наверное, уже канули в лету, и сейчас продукты сингента, в том числе и дивиденд Supreme, доступны, вы видите прямо конкретно цену, сколько этот продукт стоит на тонну и сколько он дает прибыли. Ну, и что касается продолжения тематики теми таксана, мы уже поговорили с вами о том, что пересев у нас будет за счет яровых культур, в большей степени, конечно же, это яровой пшеницей, но вы же сами говорите, что у нас растет и сои, в том числе нут, то есть бобовые культуры все равно являются вот таким вот драйвером, которые есть у нас на рынке и которые будут развиваться в том числе. Поэтому прогресс не стоит на месте, у нас был давным-давно, как и дивиденд стар, продукт для защиты семян бобовых это Максим чисто 25-й, потом он очень хорошо перетрансформировался и усилился вторым действующим веществом мифеноксамом в Максим Голд, который и сейчас является так сказать базовой защитой семян сои, но прогресс не стоит на месте. У нас существуют риски по вегетации, по нивелированию стрессов, которые проходят сои, а бобовые культуры очень чувствительно, особенно к возвратным холодам, когда у нас вроде как вы пишете температура идет вверх, потом бац и резко до нуля. И вот эти перепады для бобовых довольно-таки чувствительны. Поэтому CruiserMax это единый продукт, это технология, которая включает в себя два продукта. Это Maxim Advance с действующим веществом, который усилен тиамбиндозолом, это флодиоксанил, мифилоноксам и тиамбиндозол. И продукт, который называется Cruiser 600. И все это запаковано в одной канистре, которая может применяться у вас в хозяйствах. То есть, что такое вообще CruiserMax? Это единый продукт, это единая коробка, можно так сказать, комбипак, более понятным языком, который включает в себя две канистры Maxima Advance, то есть, это усиленный Maxim Gold теперь, который предназначен в первую очередь для подавления большего спектра фузариозов и раннего проявления септории. Это то, что является сейчас наиболее актуальными заболеваниями, которые у нас проявляются в полях. Дозировка 1 литр на тонну и Cruiser 600 это одна канистра, которая тоже входит в эту коробку, то есть, две коробки Maxim Advance и одна коробка 600 Cruiser. Cruiser 600 здесь является по регистрации как раз таки стимулятором роста, то есть, тот Vigor Effect, который присущ всему оригинальному Cruiser, предназначен для выравнивания прохождения фенофаз бобовыми культурами, в данном случае SOE. Это формуляция бесцветная, норма расхода у нас получается на тонну пол-литра и если все это сопоставить, то одна коробка, которая включает в себя две канистры Maxim Advance и одну канистру Cruiser 600 для 10 тонн семян SOE. То есть, можно четко посчитать коробки при знании своего объема и даже проверить потом свою протравочную технику и, может быть, даже рабочий персонал, сходятся ли коробки с вашим тонажом. Поэтому продукт довольно-таки технологичный, поэтому он называется CruiserMax технология и предназначен уже для выхода на более высокий уровень при производстве SOE на наших полях. Ну, что касается часто задаваемых вопросов, Павел с ними часто встречается и, наверное, ответит нам всем не только на этом слайде, но и пишите свои вопросы. Также по SOE сейчас в чат, потому что по зерновым мы уже ответили, ждем вопросов по SOE. SOE, ну, да, продолжайте. Часто задаваемые вопросы, зачем мне CruiserMax, да, все слышат первое слово Cruiser, да, и вредители. Ну, во-первых, вредители на SOE становятся больше, злаковая ростковая муха, прошу прощения, да, как минимум, проволочник, который раньше ел у нас кукурузу подсолнечника, теперь и не проще поесть сою, да, это в первую очередь. Потом, да, почему Максим Голд и тут у нас в основу фунгицид, Денис правильно сказал, больше фузариозов, да, начинаем снимать за счет добавления системного действующего вещества, да, теобиндозол. Они отлично работают вместе с флудиоксонилом, да, и получатся такая мощная защита от фузариозов как снаружи, да, семени, так и внутри системно. Плюс, не забывайте про то, что, да, так как у нас внутри тембиндозол отлично, да, системно может проконтролировать такие вещи, как септорию на ранних этапах, да, аскохиту, там, и антракноз, если он есть на семенах. Вся что, все болезни сои, которые есть на семенах, да, они потом вылазят еще и на на листьях. Поэтому хотя бы при применении CruiserMax мы снимаем семенную инфекцию, да, и это обеспечит нам появление более здоровых растений, почвенную инфекцию, контроль, так как флудиоксонил никуда не девается, да, он там в почве будет корни защищать вместе с мифиноксамом. Плюс такая, мифиноксам почему-то на сои забывает про ту же самую омецеты, да, и переноспороз, да, который передается также семенами. Мифиноксамов хватает и в Максим Голд, и в CruiserMax. Вот. Плюс, да, инсектицид у нас есть 300 грамм на тонну получается, теми так само там падает. Что это нам дает? Во-первых, появляется эффективность достаточно высокая против ростковой мухи, да, мы про нее более подробно рассказывали на таком же вебинаре про сою, как ее искать, что она ест, что она не ест, и так далее. Посмотрите. Да, и это бич, который выедает просто гектарами. С CruiserMax эта проблема снимается. Естественно, могут быть повреждения, да, но это не те вопросы, когда там у тебя просто поле съедено. Второй момент, вот эти низкие температуры, и тут Cruiser выступает в качестве роста стимулятора. Он так и имеет регистрацию в России как раз таки. И здесь, вот здесь, как я говорил, рассчитан пример в том случае, когда мы на трех сорта в течение трех лет, да, даже уже больше, четырех сезонов высевали Maxim Gold в сравнении с CruiserMax как раз таки очень рано, чтобы показать, посмотреть, как повлияет вот этот вигр эффект, да, от CruiserMax на урожайность без отсутствия вредителей. Да, и мы видим, что без, даже без отсутствия вредителя при ранних сроках сева выйдет расчет стоимости, да, 9 тысяч рублей на тонну в прайс, да, это CruiserMax 3000 Maxim Gold, да, вы дальше видите расчеты, урожайность, средняя урожайность, да, составила 23,8, кстати, тут какая-то ошибочка пошла, но получаем, что дополнительную прибыль за счет прибавки, полтора центера в среднем, да, получаем при цене сои 30 тысяч рублей за тонну, хотя сейчас мы видим, да, она под 48 уже, получаем 3 тысячи рублей с гектара. Вот 3 тысячи рублей с гектара дополнительной прибыли происходит за счет как раз таки выравнивания посевов, да, выравнивания посевов при раннем сроке сева, то есть CruiserMax помогает растениям развиваться даже при холодных условиях, что отражается потом на урожайности. Такие культуры, как сои, очень сильно влияет на динамику появления сходов и выровненности посева, урожайность сильно от этого зависит. Как я и сказал дальше, да, раньше там в чате вы видели, что Максим Эдванс, который входит в состав CruiserMax, он, также мы ждем регистрацию на нут, да, сейчас он есть только в CruiserMax, но мы в ближайший год-полтора получим на него регистрацию уже официально, поэтому дождитесь, пожалуйста, будет и на нут продукты. Вот, еще показываем такой вот слайд, да, эти продукты не зарегистрированы на вот альтернативные культуры, которые будут, скорее всего, пользоваться спросом при пересеве, но регистрация данных продуктов есть в других странах, СНГ, либо там Латинской Америки, либо Канады, да, которые как бы очень близко на территорию России. Просим вас, да, так посмотреть одним глазком и никому не рассказывать. Поэтому продолжаем дальше наш разговор о том, что много будут правильного всей, да, культур, которые, скажем так, не являются суперпопулярны, да, но каждый год мы получаем одни и те же запросы, вот чем мне там то или иное. Посмотрите, если регистрация других стран, вот получится примерно такая же штука. В России пока нет, и многих, наверное, не появится, но тем не менее. Про ранний сев поговорили, да, но если мы коснемся на самом деле полезных штуках, как ранний сев, ранний сев, да, надо сеять рано, продукты выбирать помягче, с полным контролем заболеваний, да, это подвожу такие некоторые итоги, о чем мы с вами разговаривали. Но не нужно забывать, да, про подготовку к самой технологии обработки семян. Тут очень много всего, и опять же, там, вот я буду больше говорить, да, слайды такие, они, да, подготовительные, но тем не менее нужно с ними разобраться, вспомнить, да, что у нас должны там полы быть выровнены, техника, да, подключена, все подготовлено для обработки семян. Потом, раз в яровых мы сеем различные культуры, да, как говорится, от пшениц до, там, каких-нибудь либо люпинов, прошу вас тоже задуматься, много всегда, какой рабочий раствор нам нужно выбрать, да, сколько воды лить. Давайте так, рабочий раствор, это у нас смесь продукта, да, дозировки ее на тонны, плюс какое-то количество воды. Если у нас, да, так, пример какой-нибудь, дозировка продукта, 2 литра на тонну, рабочий раствор мы с вами выбрали, что 10 литров на тонну, то у нас получается 2 литра воды, 8 литров, вернее, 2 литра продукта необходимо, 8 литров воды, все это вместе смешать, обработать одну тонну семян. Вот это называется рабочий раствор, не отдельно. Вот, как его подбирать? В первую очередь, подумайте, да, вот сейчас вместе с вами, как меняется площадь, площадь поверхности семян разных культур, здесь представлено, пшеница, да, это 80 от 80 до 100 метров квадратный, 100 килограмм, то есть тонна, если мы возьмем тонну пшеницы, то это, представьте, забор 2 метра высотой, и сколько это, это будет 800 квадратных метров, да, 2 на 40 метров, да, вот примерно это такой забор, который нужно покрасить 10 литрами краски, и вопрос тут, если мы берем там продукт, плюс, вот, нужно ли больше увеличивать или не нужно, да, это тут дальше посмотрим. Кукуруза, другая площадь поверхности, горох еще, да, это плюс, нужно понимать, что из некоторых культур каких-то горох, да, это там соя, это все может, они гидрофобные, да, они воду себя не впитывают, это будет все сливаться, поэтому там не нужно там задирать куда-то в 10 литров рабочий раствор. А рапс наоборот, да, площадь культуры очень огромная, в тонне или в там 100 килограммах семян, да, огромное количество семян, да, и у них большая площадь, поэтому рапсу нужен большой рабочий раствор, чтобы как бы все эту площадь обхватить, да, облить, назовем так, и чтобы это еще, тем не менее, не спало. То же самое, да, вот здесь представлено, когда у нас масса тысяч зерен там 5, мы берем там рабочий раствор 10 литров на тонну, да, то есть там 1 литр на 100 килограмм, мы понимаем, что у нас там эта площадь семени просто утопает, да, у них площадь зерна больше, чем мы туда нальем этого рабочего раствора, да, если масса 1500 грамм, да, какие-нибудь, таких нет культур, да, но тем не менее, хотя, наверное, есть какая-нибудь акация, да, там, которые многие знают, что сеют, не помню, как она точно называется, да, там большие камни такие, то это эти 10 литров на тонну, наоборот, им будет, они там в эти 100 килограммах, там, семян будет буквально там чуть до ничего, и они там будут плавать в это время, поэтому нужно всегда подбирать, подходя из головы, адекватно подходить, какую культуру буду, если мелко семян, мне нужно больше рабочего раствора, если у нас там обычный, да, размер, там, пшеницы, тогда там уже вопрос от производительности техники. Здесь представлено как раз от и до, да, такие коридоры, где можно играться, да, ну, по крайней мере, не играться, а использовать рабочие растворы, то есть на, тут представлена дозировка на 100 килограмм, размерность 100 килограмм в миллилитрах, то есть 500, да, вот вы видите здесь 500, возьму по этому, то есть пшеницу, да, мы можем обрабатывать от 4 литров на тонну, да, до 25, опять же, при использовании различного вида оборудования, да, то есть 4 литра на тонну на ПС ты не обработаешь, и 25 литров на тонну ты на ПС не обработаешь, но если у тебя какая-нибудь большая, там, если у тебя порционная машина, да, где порциями падает эта пшеница, то теоретически можно, да, использовать в некоторых сценариях рабочий раствор 4 литра на тонну, или в другой сценарии, когда у тебя, так называемая, вытянули, да, ну, драм-тип машин, когда она работает 40 тонн в час, пропускает через себя, там нужно в единомоментную, да, поточный тип машины, в единомоментную поступать большое количество рабочего раствора, тогда там нужно 25, но если у вас ПС, это стандартно от 10 до, ну, максимум до 15, вот это оптимум для, для пшеницы, если при обработке ПС, горох, соя, все, что круглое, да, начинаем также от 4, опять же, если у вас ПС, это, наверное, 6, 8, да, если используете на кулянт, на сои, 6, 7, все, никаких 8 литр снижать, потому что у вас обязательно это все слипнется, да, при использовании, подсолнечник, да, это больше там индустриальная обработка семян, наверное, мало вас там касается, опять же, рапс, да, это 15, 21, 25 максимум литров на тонну, где можно использовать, если мы говорим о лне, да, который там имеет плюс-минус, чуть больше рапса массу тысячи, да, но тем не менее он очень, я не знаю даже, как это назвать, да, это правильное слово, ворсинистый, да, и который может ослезняться, тогда там нужно применять все-таки больше 4-5, и это очень индивидуально всегда, да, подбирать на лен, рабочий раствор, то есть сколько, исходя из выбранного продукта, да, и сколько к этому выбранному продукту нужно долить воды, чтобы получился нужный рабочий раствор, это всегда вот с таким культурой, как лен, очень индивидуально, да, но в целом попадают все примерно в 5 литров на тонну, там плюс-минус от этого работаем. Если, да, произойдет неправильный подбор рабочих растворов или пыльностей, да, неудалимый пыль семян, да, тогда мы тут представлены сценарии, что вроде дозировка, то мы все правильно дали, да, вот первая, да, вот эта вещь, дозировку мы все правильно дали, да, но семена какие-то рябые, то есть продукта потрачена у нас правильно, да, канистры сошлись, тонны сошлись, но выглядят семена, да, как в пятнышку, и продукта там на них как раз-таки столько, сколько нужно, да, на тонну в целом попало, вот, но это не совсем правильно, да, потому что вот в эти как раз-таки пустые моменты могут забираться там болезни, да, и это некачественно происходит, либо наоборот, да, когда у нас не хватило там каких-то либо, продукт куда-то там истерся, да, было много пыли, продукт осел на эту пыль и так далее, это тоже влияет на качество обработки семенного материала, поэтому старайтесь подбирать и настраивать машину так, чтобы было как раз-таки полное покрытие и полная дозировка на этих семенах, это важно. По поводу пыли, да, почему забывают все про это, это у меня всегда чистые, но пыль не имеет, да, ни веса, ни, скажем, да, ну, вес она не имеет практически, да, в семенном материале, в бурте, но имеет площадь, имеет отличные способности впитывать в себя все, что на нее попадет, поэтому если у вас такие вещи, как зерно запыленное, да, не подготовленное, то будьте готовы, что 20-30% продукта, который вы купили на свою там, на свое хозяйство, да, останется не на семенах, а прилипнет к пыли, и это все благополучно останется у вас лежать в ангаре, там, на полу. Поэтому подготовка семенного материала и использование качественных формуляций, да, которые прилипают достаточно хорошо и не отпадают, да, у сингента, наверное, единственная, есть такая так называемая формула М, все продукты, которые у нас есть, которые могут это помочь, то, что приобрели, да, то те продукты, которые вы приобрели, не потерять там где-нибудь на полу, а именно нанести на семена и закрепиться на них качественно до выхода в поле. Соя, да, тут же бобовые, которые семена не способны, достаточно нежные, да, по своей структуре, да, и когда мы прогоняем через шнеках, да, поточный тип машин, да, PS10, киселес, получаем колу. Семена сои стоят очень дорого, да, там, по 80 тысяч тонн настоят, да, это плюс-минус, там, у кого-то дешевле, у кого-то дороже, но тем не менее, это достаточно серьезные затраты, плюс продукты, и когда мы после прогона через PS, да, получаем еще минус 15-20% схожести, потому что их там, PS покололо кого-то, да, они там потравмировались еще раз, и получаем какие-то кривые всходы. Вот, поэтому, если вы используете сою, там, да, либо покупаете семена уже в обработке от семенных производителей, да, которые на заводе, на качественном оборудовании, на безопасном оборудовании для семян подготовили для вас, либо, кстати, используете такой сервис по обработке семян, как в Сингенте есть мобильный, да, когда машинка к вам с персоналом Сингенты приехала, обработала, дала вам сертификатик, что у вас тут 100% нанесения, да, и уехала. Да, у вас готовые семена, вы не организуете никакие процессы у себя в хозяйстве, да, просто, ну, заплатили ребятам за логистику, там, да, и за использование. Ну, тем не менее, это есть. Такой, некий дополнительный сервис от Сингента. Вот, и вернемся опять к сою, правила приготовления рабочего раствора, я уже их, не знаю, какой раз рассказываю и говорю, можно ли смешивать инокулянты наносои с продуктами, химическими, протравителями, да, химическими какими-то продуктами. Если вы используете продукты для защиты семян Сингента, такие как Maxim Gold, Cruiser Max, то да, вы можете смешать инокулянт совместно с, там, с Cruiser Max в одной баковой смеси и в ПСе обработать, и будет у вас хорошо. Просто нужно, да, помнить о некоторых правилах. Сначала мы заводим в баке протравочной машины раствор Cruiser Max, да, и плюс 50% воды, да, которая необходима на весь бак. Разводим его в баке, а инокулянт, берем новую тару чистую, смешиваем его с протектором, либо с водой, да, то есть инокулянт сразу не вливать в химический препарат, его нужно размешать с водой, либо с протектором еще лучше, и после этого залить в общий бак протравочной техники, включить мешалку, да, долить то количество воды, которое там уже осталось, исходя из расчетов, и начинать обработку. Это нужно сделать, да, вот этот рабочий бак нужно за 3-4 часа, как говорится, опустошить, чтобы инокулянты не находились долгое время не в концентрированном, а в таком подвешенном состоянии с химией. Как только они засохли на семенах, да, это должно происходить практически сразу после выхода из протравочной техники, все, никакой опасности для инокулянтов нет. Потом, главное, не перегревать эти бурты, да, потому что плюс 25 градусов температура воздуха становится, инокулянты сразу начинают умирать на поверхности семени, да, поэтому если у вас там никакого прямого доступа прямых солнечных лучей, там, никакой обработки на открытом воздухе, да, потому что весной все равно солнышко припекает, и нам может температура борта подниматься. Если едет машина на поле, всегда используйте, и вы применяете инокулянты, да, всегда используйте полога, чтобы закрывать это все, чтобы сохранять, как можно больше бактерий на семенах, вот, никаких там, не оставляйте эти машины, да, поставьте лучше в посадку, и пусть они ждут своей очереди, и все прекрасно произойдет, потому что Максим Голд и Крузер Макс имеют такую формуляцию, так называемую, безопасную к инокулянтам, да, на специально разработанные эти продукты для использования совместно с инокулянтами, а также, наверное, новость такого дня, друзья, коллеги, мы получили регистрацию собственного инокулянта под названием Атува, да, многие о нем слышали, и у нас он вышел, и ожидается первая продажа, вот, я думаю, у многих он появится уже в этом сезоне, поэтому, кому интересно, дергайте менеджеров по продажам, сингенты, да, пускай они к вам, там, дадут вам предложение по этому продукту, продукт, продукт абсолютно не похож на то, что сейчас есть на рынке, это следующий шаг эволюции, я думаю, годика через два у всех начнут появляться что-то подобное, сейчас это есть только у нас, подробнее, опять же, мы рассказывали на прошлом вебинаре, посмотрите, микроудобрения и все остальное, да, что можно ли смешивать или нельзя, если мы говорим за сою и использование инокулянтов, не забываем, что все микроудобрения, особенно содержащие молибден, нельзя смешивать совместно с инокулянтами, да, скорее всего, они будут влиять на, как влиять, как бактерициды, да, и будет молибден, особенно цинк тоже, железо, эти элементы при обработке семян совместно с инокулянтами будут их убивать, поэтому используйте молибден для сои, лучше его подать и с посевом в сухом виде, да, в качестве аппликации. Обработка семян применять только химию и инокулянты. Если мы говорим за зерновые, да, где мы не используем какие-то либо биологические, там, инокулянты и так далее, нам нужно смешать с какими-нибудь микроудобрениями, да, с какими-нибудь гуматами, да, как там, что у нас еще есть, гормоны, биостимулянты. Да, 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 гормоны. Нравится вам это? Вы видите от этого эффект? Можно это делать? Welcome, да, можно делать, особенно с продуктами Сингента. Опять же, простые правила. Смешали заранее, посмотрели, не выпадает ли, там, в стеклянной чашечке, да, этот продукт Сингента с этим биостимулянтом. Да, не выпадает, ради бога, начинаем. и плюс, и также соблюдайте правила приготовления рабочего раствора. Всегда берем, там, от самых твердых формуляций, да, начинаем с них. То есть, если у нас есть порошок, порошок мы засыпаем первым, потом заливаем воды, да, и потом заливаем продукт и, там, доливаем воды, да, если так. Но, но никак не наоборот, да, когда мы у нас намешали раствор с протравителем, и сверху еще порошок туда засыпали, это все взялось комом и упало на дно. Поэтому сначала делаем, если это твердые, да, формуляции микроудобрения либо каких-то там, либо чего-то там, аминокислот, мешаем их отдельно с водой, потом смешиваем с химией. Или, там, наоборот. То есть, жидкое, жидким должно произойти смешение, и формула М, да, которая используется в продуктах Сингента, удержит не только там продукт на семенах, удержит еще там дополнительную пыль, которая у вас там будет, да, и не оторвется вместе с химией. Плюс она еще так же удержит, и микроудобрения, и все, что туда захочется всегда добавить, да, вот весной всем хочется что-нибудь намешать. Продукты, Сингенты как раз-таки способны это выдержать. Вот. Но, опять же, такие вещи не стоит забывать про температурные режимы во время обработки. Здесь представлено, какого температуры должен быть рабочий раствор, какого температуры должны быть окружающие среда, какой температуры должны быть семена. То есть, минимальная температура окружающей среды, то есть, в ангаре, да, где ведется обработку, минимум должно быть где-то 10 градусов. 10, 9, там, ладно, потом вы меня казните, 8. Да, вот все, это минимум. Вот меньше 8 нельзя, у вас начнутся проблемы. Температура семян какая должна быть? Если у вас в ангаре 8, да, может быть, у вас отапливаемость, или там, примерно отапливаемость, а семена стоят на морозе в другом ангаре, то привезите их заранее, пусть они сутки у вас постоят, чтобы выровнять температуру семян с той температуры, где будет происходить обработка помещения, да, чтобы не получилась точка росы. Когда мы нанесем водичку на эти семена, да, рабочий раствор, обязательно произойдет у вас точка росы, и она вот так вот, вся, весь продукт поскроется, так семена станут такие, как, как это, звездочкой такой, и сползет, и сольется, и ничего хорошего не получится. Поэтому температура окружающей среды 8, семена заранее выровнены по температуре с той окружающей среды, температура рабочего раствора оптимально равняется температуре человеческого тела, да, но можно, кажется, использовать там 17, 15 градусов минимум, да, чтобы это было не совсем колодезная, там, холодная вода, что аж зубы сводит. По качеству воды, да, если мы говорим за сою, очень внимательно относитесь к содержанию хлора, да, обычно, если эту воду можно пить, хлора там нормально, ну, и у вас есть какое-то, понятно, разрешение, да, там, что это типа питьевая вода, это можно использовать совместно для приготовления рабочего раствора с инокулянтами. Если такого нет, лучше не рискуйте, вдруг там много хлора, и вы убьете свои инокулянты, которые стоят гораздо дороже химических препаратов, да, все погубите эти. для зерновой группы, да, да, плод, да, мы сколько мерили, там, какой-то, скажем, паш среды, ну, не так это сильно влияет, как на фунгициды, гербициды при фолярной обработке, да, поэтому, если у вас вода более-менее прозрачная, без большого количества органики, да, то есть вы ее не с реки там забираете, да, там, у вас не плавает рыба в ней, органики там мало, то пройдет все хорошо. Опять же, я говорю за продукты сингента, да, в которых уверены. Вот, это такие практические рекомендации, да, как обрабатывать семена, потому что семена нужно, видимо, обрабатывать пораньше, да, если мы хотим сеять пораньше. Соблюдайте вот такие вот правила, которые помогут не потерять затраты на семена, не потерять затраты на обработку семян, да, на препараты для защиты семян и получить от этого достаточно большой, как говорится, возврата инвестиций. Вот, еще про один сервисов скользко упомяну. Давно, уже очень давно, кто не знает, я удивился, есть хозяйство, которые не знают, по России порядка 50, даже 50 там с копейками, менеджеров имеют вот такой вот, менеджеров сингента имеется в виду, имеют такой специальный чемодан, который они способны проверять в момент времени, чуть ли не онлайн, как идет ваша обработка, то есть после обработки зачерпнуть там какое-то количество семян, провести методологический определенный анализ и сказать, у вас, вы тут используете дизайн-суприм 2,5 литра, да, намешали, на семенах у вас попадает 2,2 и 2, либо там полтора, да, то есть они будут красные, вы их даже не заметите, но значит нужно искать какую-то проблему с ПС и так далее. Обычно ребята выезжают, да, после того, как происходит продажа наших продуктов, да, и настраивают вам технику путем вот такого вот моментальной калибрации, да, на месте. Это также снимает некую головную боль, я думаю, да, у всех, что хотя бы за этот элемент технологии спокойно, что сам производитель компании, да, производитель продуктов приезжает, делает такой анализ и дает рекомендации, что там мне с ПСК делать дальше. Вот на этом, наверное, у нас все. Остается все вопросов и ответов. Да, Павел, спасибо. Мы тогда переходим на уже сессию вопросов и ответов. Вопросов, да, на самом деле у нас много. На что-то мы сумели ответить во время нашего прямого эфира, на что-то сейчас ответим уже в конце нашего вебинара, то есть сейчас. Начнем, наверное, с самого первого вопроса, который пришел к нам не совсем по теме, но в любом случае, как я и сказал, мы стараемся отвечать на все. Это применение модуса. Как он влияет на кущение, как и почему. Ну, во-первых, друзья, регуляторы роста все работают по-разному. Модус применяется, мы рекомендуем применять от плюс 8 градусов, это его рабочая температура. Как он влияет на кущение? Ну, в первую очередь, если нужно развить растение с осени, то применять его можно именно уже после посева, там, в сентябре. как он влияет? То есть развивает корневую систему и тем самым стимулирует как раз-таки кущение. Он не особо тормозит, но если вы видите, что зимы вдруг перерастают, ну, есть у нас такие районы страны, в том году это были республики, как раз это Татарстан, это Башкирия, то как раз-таки применение Модуса 0.2 вполне позволяет растениям не перерасти и не уйти в зиму как раз-таки уже переросшими и потерять там листовой аппарат. Зачастую, как показывает практика, растение, которое уходит в фазу шива, да, или там двух листьев, зимует в последнее время гораздо лучше, чем уже такие перераскустившиеся растения. И когда особенно сходит снег, мы видим такое желтое поле уже отмерших листьев и растений. И здесь вот начинается у нас паника. Поэтому Модус плюс 8 с осени можно работать, плюс 8 градусов, либо это уже дробное внесение или одинарное внесение уже после вегетации. Либо это 0.2 плюс 0.2, либо это 0.4, но здесь уже будет больше эффекта на предотвращение полигания, то есть укорачивание междоузли. Поэтому если у вас растения после перезимовки стоят в фазе там 1-2 листа, но применение Модуса здесь бессмысленно. Если там хотя бы 3 начала фазы кущения, да, здесь можно прибавить как минимум 1 побег кущения за счет того, что будет как раз-таки эффект от Модуса и стимуляция как корневой системы, так и утолщение узла кущения. Вот, надеюсь, на этот вопрос я ответил. Дальше. У нас есть очень такой интересный вопрос о склеротине на сои. Ну, про склеротиню на сои мы уже, вернее, на зерновых мы не касались этого вопроса. Особой разницы со склеротиней на сои здесь нет. То есть продукт, который, если вы хотите на самом деле работать по нему эффективно, это агротехника, это глубокое дискование, это оборот пласта, это невозврат культуры в течение хотя бы 4 лет и грамотная очистка, опять же, семенного материала. Если у нас склеротиня все равно лежит там, допустим, на поверхности почвы, она прорастает, то здесь уже никакие протравители, ну, ребята, не святая вода, не любые маркетинговые сказки не помогут. То есть мы можем сказать, допустим, там, что-то там седоксан работает, инновационное вещество, там, или крузер как-то стимулирует. Но нет, ребята, ну давайте смотреть на вещи прямо и лечить перелом ноги зеленкой не получится. То же самое и по склеротине. Поэтому есть биология, есть агротехника, которую тоже никто не отменял. И маркетинг здесь не в помощь. По склеротине, да, я всегда говорю, нам максимально, да, нужно создать те условия, чтобы растения зимой не подмерзли, не подмерз листовой аппарат. То есть дать удобрение, сформировать по оптимальному густоту, применить регулятор роста с осени, да, чтобы у нас листья не начали вымерзать. Склеротине в здоровый лист тяжело залазит. А вот если он побитый морозом, да, или там растение угнетенное, обязательно. Интересный вопрос про соя. Чем обусловлен ранее сев соя на юго-западе Сибири? Ну, здесь вопрос, наверное, к первоисточнику. Чем все это обосновано? Я могу только подсказать то, что, скорее всего, может быть лимит влаги. Больше я как бы... Давайте по юго-западу Сибири мы не дошли, потому что у вас там действительно, мы еще не знаем, там снега лежат, там температура и все не накопились. Если, да, мы поймем, что у вас будет... Вы сами... Я показал инструмент, на котором вы можете пользоваться, да, отслеживать, как у меня идет сезон, сравнивать эти температурные данные с прошлогодними, да, вот эта сумма положительных температур. Любые агропорталы плюс-минус профессионально эту информацию дают. Если нет, то у Сиатсингента есть Кропио, да, тем не менее, на каждое поле, можно вам сказать. Если вы понимаете, что сейчас, да, вы там, не знаю, сеете, выпускай, 5 мая, и 5 мая у вас холоднее, чем было это в прошлом году или позапрошлом, сильно холоднее, да, тогда есть вопрос, но 15 июня будет засуха уже, тогда вот чем обословлено у вас. Вы можете пойти, да, еще неделю подождать, да, и пойти сеять все-таки, а не дожидаться там в оптимальных температурных погодных условиях, тогда сеять. Либо будет холоднее, да, и вы по привычке зайдете в те же календарные сроки, которые, ну, всегда установлены у вас в регионе. Но на улице холодно, да, это также сыграет свою роль в развитии культуры. Тут вопрос о том, что если мы все-таки сеем, мы будем все сеять, да, от тех или иных причин в этом сезоне будут все сеять рано и по холоду. Поэтому тут вопрос, как помочь растениям, да, хотя бы выбрать правильную защиту семян, чтобы она не угнетала и, наоборот, помогала растениям с этим холодом, с этими условиями справиться. Дальше вопрос у нас про Селестоп на Яровых, особенно центральная черноземная зона. Но, друзья, вопрос такой довольно-таки тоже специфический. Да, но мы же не запрещаем, например, компанию Сингент работать с Селестом Топ. Да, это тот продукт, который вышел на рынок, показал всем производителям, что такое готовый продукт, что такое теми таксам в действии. Если вы считаете, что этот продукт подходит для ваших условий, конечно, вы можете работать. Это уже такой тоже проверенный продукт. Единственное, что ответьте себе на вопрос, зачем вам столько теми таксама, потому что этот вопрос задавали вы, наши клиенты, для нас буквально лет 7-8 назад, и когда говорили, зачем мне литр теми таксама на тонну семян, когда хватает 0,7. Ну, если вы испытываете на серьезных проясненных повредителям, никто не запрещает использовать там Селестоп или максимальной дозировки Селеста Макс, который также приближен где-то 0,9 по Крузеру, но зачастую работают с Селестопом даже на Яровых, я знаю, но это когда остаются остатки, допустим, с Азимых, либо это картофелеводческие хозяйства, как у нас всегда бывает. А можно, вот у меня остатки остались, там, допустим, Максим Форте, там, допустим, на сою, или Селестоп, там, допустим, на Яровой ячмень, или как у нас любят, а если я там вообще смешаю, вот тут у меня есть Максим Голд, Селестоп, там, в общем, сделаю трехкомпонентный, то есть вы абсолютно можете выбирать любой продукт, который вам подходит, портфолио Сингенты огромное и позволяет выбирать эти продукты. Вопрос по, как раз-таки, страхованию посевов от компании. Друзья, отличный вопрос, мы на него не можем потратить много времени, я скидываю ссылку вам сейчас в чат. Это программа Агриклайм, которая у нас работает, это страхование посевов от погодных рисков. Вы можете подробно узнать на сайте компании или же задать вопрос нашему менеджеру, который отвечает за ваше хозяйство, он все подробно расскажет, покажет и расскажет про условия. Такая программа есть, она работает, работает уже не первый год и работает успешно. Ну и вопрос по головне, ну куда же без нее? Если у нас нет вопросов про склеротинью головню, ну, вебинар не удался. Поэтому, да, поэтому про склеротинью был, про головню, да, таки дождались. Спасибо, ребят. То же самое, давайте коснемся химии, наверное, биологии. Стимулировать мы можем не только растения макроудобрением, но и микроудобрениями. Биология про состояние пыльной головни такова, что инфекция находится как раз таки в семени, в районе зародыша, и прорастает именно с растением. Прорастает как раз таки вверх по соломине, и там уже выходит в момент цветения, образует уже как раз таки плодовые тела, разрушает колос. Поэтому таких вот достоверных опытов, если честно, на моей памяти нет. Когда мы там проводили опыты с микроудобрениями, которых масса на сегодняшний день на рынке, и гумат, и микроудобрения, и чего там только нет, и стимулятора, и роста. Поэтому я абсолютно согласен вот с Сергеем Чернухой, который правильно комментирует, что эффективное ДВ и рекомендованные дозировки. Поэтому самые эффективные ДВ на сегодняшний момент по нашим исследованиям это, естественно, Тебуконазол, это Ципроконазол, Тритиконазол и Сидоксан. Вот эти действующие вещества, которые эффективно контролируют пыльную головню. Но если она у вас проявилась в предыдущий год, то, друзья, будьте готовы качественно настраивать протравочную технику. Если, допустим, того же самого Тебуконазола будет вместо 26, 6 грамм на тонну меньше, допустим, там 22 или 21, ну, тут, ребята, уже не сработает, поверьте моему опыту. То есть нужно как минимум 26, чтобы пыльная головня заблокирована была. Либо хотя бы одно семечко проскочит, да, каким-то образом и не получит свою дозировку, да, из-за качества нанесения. Она у вас выскочит и будет мозолить глаза, да, и когда... и потом, ага, Типуконазол не работает, перестал работать. Там очень много вопросов качественной обработки семян при контроле... при контроле данного патогена. Поэтому там были случаи, когда там старые продукты, там, Роксил, да, ультра, компания Байармия простит. Да, были случаи, там, куча Типуконазола, да, в составе. И то пробивало. Поэтому тут вопрос качества всегда нанесения с контролем данного патогена. Да, поэтому, как и правильно Павел говорил в конце нашей презентации, что он не только продукт, да, но это, конечно же, и то и нанесение. То есть грамотное нанесение продукта для защиты семян как раз-таки на семена. Ну, соглашусь, кто-то описал, что вот это странная селекция, да, мы тоже это видим, что приходят новые, видимо, расы, это пыльный головник, и которые, ну, тоже Типуконазол явно должен был эффективнее работать. Да, мы видим. Поэтому смотрите, да, как менять Типуконазол на Ципра либо на Тритика, на Седоксан, почему-то все забывают про Вайбернс Интеграл, прекрасно работает в 50 граммах на тонну. То есть 2 литра Вайбернс Интеграла на яровой чмень, чудесно забирает эту головнюк и проблем не знаете. Поэтому пакет-патогены тоже меняются, да, и мы, наверное, приходим к тому моменту, как в Европе, что нужно смотреть из-за резистентности, да, внимательно отслеживать. И скоро придем к этому, коллеги. Будем еще про это разговаривать, как бороться с резистентностью. Ну, в обработке семян, конечно, это далеко, да, если кому интересно, кстати, давайте можем напишите, может, подготовим какой-то материал в каком-нибудь будущем, сделаем про резистентность, про резистентность в обработке семян, потому что часто тоже вопросы эти задают. Ну, и вопрос по рекомендации, сколько времени должно пройти от протравления до посева. Друзья, ну, мы всегда говорим, что, в принципе, от, наверное, трех часов, когда произойдет сорбция с семенами продукта, до одного года это точно. Семена, естественно, после того, как они пролежат год, снизят свою полевую схожесть и лабораторную, но это физиологическое явление, но не на 50%, ну, допустим, там от двух до пяти, на зерновых, но продукт для защиты семян это не только для действующего вещества, это в том числе самые полимеры, как у Сингента, это формула М, которая запаковывает надежно это действующее вещество на поверхности зерновки, и пока семя не тронется в рост, это действующее вещество не будет сорбироваться этим семенем, и тем самым оно надежно сохраняется вплоть до высева как раз-таки в почву. Получится попасть семя в почву и получить почечную влагу, вот здесь начинается работа действующего вещества. И, ну, опять же, мы регулярно там берем партии под кукурузы подсолнечников, старые, да, там проверяем на их наличие действующего вещества, трехлетние семена кукурузы, там с форзе, либо там с крузером, да, на подсолнечники. Количество действующих не меняется, поэтому можете использовать, да, там не бойтесь, что куда-то она там потеряется или улетучится, да, тут вопрос всегда ко всхожести, а за сколько мы можем стартовать, да, семена высохли после обработки, заспать в селку, едьте, не нужно там никаких трех месяцев или трех дней, чтобы он там начал работать. Нет. Хорошо. Ну, наверное, финальный вопрос, друзья, сколько протравителей держит инфекцию, если всход от зимы мы получили в феврале месяце. Хороший вопрос. Да, прямо под финал такой, прямо отличный. Друзья, смотрите, инфекция у нас является разносторонней по, так сказать, своей физиологии. Есть почвенная, есть семенная. Поэтому вся семенная инфекция, она снимается практически сразу, чтобы на поверхности семени тот же самый какой-нибудь там герминотаспориоз, альтернария или семенной фазариоз. Поэтому вопросов нет. Эта инфекция блокируется уже в момент обработки. Дальше. Как только всходы появляются, тем самым здесь и, как я уже говорил, начинается проявление физического действия, даже химического действия действующего вещества. Поэтому если у вас всходы сейчас появились, то они содержат в себе максимальное количество, допустим, триазола или фодиоксанила, там, контактных действий вещества вокруг семени. Поэтому чем больше нарастание вегетативной массы, тем меньше концентрация химического действующего вещества. Поэтому если вы получили всходы озимых только в феврале, естественно, да, здесь фунгицидная защита в любом случае будет меньше, потому что есть такой термин, как период полураспада в почве действующего вещества, и у каждого действующего вещества они свои, но с мере у вас уверить, что защита у вас еще есть. По крайней мере, если вы использовали качественные продукты с контактным действующим веществом, спасибо, Павел, пока у вас все будет хорошо. В общем, пока если вы взяли там Максим Форта, да, в озимку, вот он у вас, он лежит, лежит, но вода какая-то возле семени есть, этого недостаточно для того, чтобы семя начало прорастать, но тем не менее, да, как патогены уже начали там атаковать эту пищу в виде семян. Действующее вещество, да, продукт от, защищает, да, как бы очень длительное время, плодиоксанил долго распадается в почве, да, до декабря спокойно он там в высокой концентрации. Как только семя начало прорастать, Денис до этого сказал, что семяную инфекцию еще сняли достаточно рано, да, там при первых там практически стартах, там может быть только внутрисемяную инфекцию, такую-какую, пыльную головню, да, там мы можем снимать уже чуть, именно в момент прорастания, но пыльной головни на зимке нет, поэтому есть, но в таком количестве, что ее никто не видит, поэтому это неактуально, вот, но задача в таких условиях, когда у нас сходы в феврале, да, начинают сходить, я считаю, вот протравители, это главное не затормозить ее, да, осенью, во-первых, чтобы она в феврале не взошла, и второе, пока она лежит там потихонечку, она все равно растет, очень медленно, да, эти сходы происходят, там, по 50 дней, именно, в этот момент не подпустить патогены, да, из почвы, чтобы они не заразили своими гифами, молодое, там, вообще растение, которое там еще даже фотосинтез нормально не начало, у него запас энергии один эндосперм, да, в виде семянки, поэтому как раз-таки содержание там в наших продуктах и контактных, и системных действующих веществ дает такой полный комплекс, изнутри защитим, и вокруг, да, пока оно там лежит, не подпустим, поэтому вот такой ответ, в феврале, естественно, ни у одного действующего вещества, ни от одной компании, нет эффекта, хоть бы как кто, да, сейчас не разговаривал, я слышу последнее время, очень длинный разговор по этому поводу, видимо, вопрос от этого, что у нас обработка осенью, контроль флаг листа весной, нет, такого не будет никогда в жизни, да. Хорошо, друзья, ну, тогда мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу, большое спасибо, что все время были с нами, надеюсь, что эта встреча была так же полезной, как и предыдущие наши вебинары, напомню, что все записи наших вебинаров вы можете увидеть на нашем канале YouTube Сингента Россия, любые вопросы вы можете задавать всегда по нашей горячей линии, что вас интересует, ну, и желаю всем, наверное, как и в начале хорошей весны, пускай холодной, но я надеюсь, что продуктивной, который принесет свои плоды уже летом и превратит ваши посевы в хороший и, надеюсь, дорогой в этом году урожай. Всем удачи, Пока.